Трагедия, которая невозможно описать словами. Сегодня маленькому Валере должно было исполниться 7 лет. Едва сдерживая слезы, родственники погибшего рассказали, что по их версии произошло в ту злополучную ночь. Родители Валеры заметили его пропажу еще вечером. Они пошли в дом к соседу, куда ушел играть их сын. Подросток, которого подозревают в убийстве по неосторожности, соврал родителям мальчика и сказал, что он вместе с отцом провел его до дома. Родители вернулись в дом, где последний раз видели их сына. Отец подозреваемого не пустил их в одну комнату, от которой якобы не было ключа. Дядя погибшего мальчика настраивал на своем и продолжил следить за домом подозреваемых. Родители Валера Родители предполагают, что в мешке могло быть тела Валеры и его вещи. Как говорят родственники Валеры, дедушка подростка поспешил обратиться к местному врачу за спрашивание. Родители не верят в официальную версию следствия. Они также не могут поверить, что 14-летний подросток в силах донести 6-летнего мальчика на руках до колодца. Семья Валеры также уверена, что отец подозреваемого дружит с участковым, который занимается расследованием этого дела. Полицейский отрицает обвинение в попытке скрыть детали преступления. Нашей съемочной группе не удалось пообщаться с родственниками подозреваемого подростка. Трагедия в селе Вережень произошла на прошлой неделе. В воскресенье утром родственники сообщили в полицию о пропаже 6-летнего мальчика. Несколькими часами позже его бездыханное тело нашли в колодце.